Здравствуйте, это компания Viva Telecom и у нас сегодня будет обучающее видео по вопросу ширины канала излучения радиостанции. Вы наверняка видели, либо в настройках радиостанции с экраном, либо в программном обеспечении, что есть такая настройка как Wide and Narrow. Либо, если по-русски, то широкая, либо узкая полоса. То есть, что это такое? Это полоса частот, на которой излучает радиостанция. То есть, вы вправе выбирать широкую полосу в 25 кГц в радиостанциях обычных с FM-модуляцией или с AM-модуляцией. То есть, выбирается полоса либо 25 кГц, это Wide, либо Narrow, это 12,5 кГц. Так вот, часто возникает вопрос, какую же полосу выбрать, все-таки широкую, либо узкую. Сразу скажу, что мы рекомендуем выбирать всегда широкую полосу. И я скажу, почему. То есть, при широкой полосе качество сигнала лучше, потому что и технические характеристики радиостанции при разных значениях полосах частот отличаются. И при широкой полосе это значения эти технические, они лучше, чем при узкой полосе. То есть, я вам картинку приведу. По селективности, например, по избирательности радиостанция ведет себя лучше с широкой полосой, чем с узкой. Ну и вы сами можете представить, допустим, у вещательной станции в FM-диапазоне, да, вообще на полосу выделяется 300 кГц по стандарту. На телевизионный сигнал выделяется 8,5 МГц. Соответственно, там телевизионный сигнал занимает часть и занимает звуковой сигнал, тоже определенную часть спектра. Но про Wi-Fi, там широкополосные сети, LTE, там мы уже вообще не говорим, то есть полоса огромная. Так вот, чем шире полоса, тем качество сигнала должно быть лучше. Но мы это сейчас на практике продемонстрируем. То есть, я надеюсь, будет видно радиостанции с узкой полосой и с широкой, насколько они отличаются. Единственное, когда нужно ставить узкую полосу в 12,5 кГц, это на частотах безлицензионных ПМР, потому что там расстояние между каналами 12,5 кГц. Если вы поставите широкую полосу частот 25 кГц, то возможно попадание на соседний канал. И, соответственно, вы будете кому-то мешать, либо наоборот, вы будете принимать абонента с соседнего канала. Сейчас мы все это продемонстрируем. И сразу скажу, не надо путать вот эти значения, ширина полосы с шагом настройки частот. То есть, шаг настройки может быть и 2,5 кГц, и 5 кГц, и 6 кГц, и 25 кГц, и 12,5 кГц, и 20 кГц, и 25 кГц, и 50 кГц. То есть, абсолютно любой фактически. Что такое шаг сетки? То есть, это величина, на которую может настроиться радиостанция, излучать именно на этой частоте. Например, 433,325, то есть 433,325 МГц. И, допустим, вы отстраиваетесь на 5 кГц, получаем 433,330 частоту, и на ней излучаете. То есть, при шаге сетки в 5 кГц вы можете пристраиваться вот с таким шагом. А полоса частот, или полоса ширина канала, это другое значение. То есть, либо 12,5 кГц в профессиональной радиосвязи, либо 25 кГц выбирается в настройках станции. Но давайте переходим тогда к демонстрации. Сейчас продемонстрируем, как звучит радиостанция с узкой полосой, как с широкой. Так, ну вот смотрите, у нас теперь вот эта полоса 25 кГц занимает. Сейчас мы будем на центральной частоте излучать сначала с узкой полосой, то есть 12,5 кГц. Обращайте внимание на ширину спектра и здесь на ширину спектра также. Излучаем с радиостанции Voxun на узкой полосе частот 12,5 кГц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. Так, теперь излучаем с широкой полосой, то есть 25 кГц. Излучаем с широкой полосой 25 кГц. Качество звука вы можете осуществить. Ширина спектра тоже, обращайте внимание, что намного шире, естественно, потому что излучаем полосой 25 кГц. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Принимаем на радиостанции с настройкой узкой полосы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три. Function Select. Enter. Принимаем на радиостанцию с широкой полосой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Прием. Так, ну вот такой получился небольшой ролик про широкую и узкую полосу. То есть, мы всегда рекомендуем все-таки использовать широкую полосу для увеличения и технических характеристик, и качества речи. И, соответственно, узкую полосу используйте только на каналах PMR. И еще, кстати, есть такая вероятность, если вы в сильно зашумленной обстановке, в городе, например, где большое количество помех, то, понятное дело, что если у вас где-то совсем будет рядом лежать помеха или находиться помеха, то широкая полоса сможет ее захватывать, и, соответственно, попадать она будет к вам. Но советуем при этом тогда отстроиться лучше на соседний канал, например, уйти от помехи, чем выбирать узкую полосу, потому что качество и характеристики все-таки радиостанции ухудшатся. Ну и в диапазоне PMR, как я уже сказал, лучше выбирать узкую полосу для того, чтобы не излучать на соседнем канале, так как там каналы расположены рядом. Если есть какие-то вопросы по ширине канала, либо, ну или по полосе излучения на канале, либо есть какие-то еще у вас вопросы именно по настройкам радиостанции, по каким-то непонятным характеристикам, либо по каким-то определениям техническим в радиостанции, задавайте их в комментариях. В комментариях мы такие короткие ролики планируем сделать, то есть если какие-то вопросы у вас появляются, то мы постараемся на них ответить, либо в комментариях, либо тогда отдельным роликом. Кому видео было полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всего вам доброго. Это Viva Telecom. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok